Все только начинается. Вот такая красота. Приехали на биатлонный комплекс. Сегодня будет открытие гонки Беренгии. Нерв как потрошенная, без головы. Представляете, чем кормят собак. Лишь бы они бежали. Куда они бегут, мы об этом еще поговорим. Полгода я ждал этого момента. Заранее планировал. Очень рад, что получается. Сейчас я вылетаю на Камчатку. До встречи на Камчатке. Всем привет! Приехал я в Петропавловск. Все нормально. Едем в город. Такой забавный аэропорт в Петропавловске. Со старым самолетом. Погода шикарная. Сегодня ночью минус 20 было. Классная морозная погода. Так что все только начинается. Вот такая красота. Для жителей средней полосы России, особенно москвичей, которые говорят, что у них во дворах плохо убирают снег, приезжайте на стажировку на Камчатку. И вы поймете, что такое плохо убранный снег. Его здесь столько, что его замучатся упирать. Приехали на петлонный комплекс. Сегодня будет открытие гонки Берингия. Вот такие красивые вертолеты. Будут сопровождать гонку Берингия 2019. Время полвосьмого утра. Все готовится. Скоро будет несколько тысяч людей. Все начнется. Время восемь утра. Биатлонный комплекс Петропавловск-Камчатского. Говорят, что будет полный стадион. Предвкушение открытия. Собачки там блажат. Дали нам задание на новые снегоходы. Наклейки приклеили к Берингия. Сейчас еще одно лобовое стекло поставили. На этот снегоход стекло поставил. Только бы не я поехал на этом снегоходе. Спасите и сохраните. На стелсе ехать 1300 с лишним километров по тундре. Так что надеюсь, меня эта участь не постигнет. Решил вроде не так много. Поэтому я на иномарке хочу. Ну а так он красивый, нарядный. Сегодня говорят, будут на нем наклеечки приклеили. Будут на нем пирша возить ведущего. Так что все свое дело сделаю. Пойду дальше. Какое мне задание ждут. Все уже готовы. Дары природы разложились. Сувениры. Сейчас. Всякие игрушки. Это что за чудо-самовар такой? Этому самовару 141 год. Да вы что? Настоящий. Это сколько он литров? 110. Здесь фотовыставка. Фотографии с разных гонок других лет. Красивые фотографии. Идет генеральный прогон. Последняя репетиция перед началом открытия Беренгии. Последний раз все повторяют. Все, что они должны делать, вот так вот это выглядит. Народ собирается, отдыхает, поют, все пляшут, кушают, едят. Скоро гонка начнется. Вот такая здесь атмосфера. Готовность номер один. Сейчас все выезжают. Валдис Пельш выезжает. Он будет ведущим. Будет вести открытие. Открытие торжественное. Вот так все красиво. Приезжают волонтеры. Сурги. Приезжают каюры. Вывозят их вот так вот на банане. Это каюры, которые будут участвовать. В каюрах готовятся гонки полог. Собачка. На низком старте. На арте расположены. Собаки уже готовы бежать. Бури много. Уже рвутся в бой что-то психует. Вот такие гладкошерстные выступают тоже. Они правда говорят не очень хорошо. Холод переносит. Но тем не менее они бегут. Бегут хорошо. Более популярны в Евроке. Вот так собаки начинают с ума сходить, когда начинают запрягать упряжку. И они все начинают нервничать, воловаться, что их упряжку не берут. Эти собаки запрограммированы бежать. Начинают с каюра выдвигаться в сторону старта. Гонки правят. Это какие-то пожребия. Кому какие номера были даны. И все выстраиваются участники гонки. Как рвутся в бой, а? Уже каюра в 20 стартовала. Старты продолжаются. Бывает и такое. Артем Гордеев. Ну можно было их как-то погромче похлопать, друзья. Что-то мы прям в мелоде. Ну вот так вот проходит старт гонки пролог. Уже большая часть из 40 стартовала. Пойду поснимаю немножко с другой локации. А тебя что, не взяли? А, друг! Тебя не взяли! Тебя не взяли! Скучаешь? Разные глаза. Все каюры движутся к финишу. Финишная прямая. Под горочку все притормаживают почему-то. Не знаю, удивительно. Собаки рвут вперед. Как аюры боятся. Но им беднее. Собаки рвут впереди. Еще не финишировала две упряжки. Все ждут финиша еще двух упряжек. Гонд и пролог. И будет награждение. Уже как бы затянулось с двумя участниками. Не знаю, что там происходит на трассе. Но они очень сильно отстали. Вроде бы как послали сейчас снегоходы по трассе. Награждение уже должно было быть 4 часа. И концерт группы Сопрано будет. Так что вот так вот. Ждем. Так что вот так вот. Ждем. Гонка закончилась. Народ разъезжается. Вообще все вкусное. Выпили, съели. На стадионе идет концерт. Порт турецкого женского состава. Как правильно это называется. Сейчас будет награждение. И еще не знаю еще кто выиграл. На этом сегодняшний день гонка пролог. Первый этап заканчивается. Хорошая солнечная погода. Нам сегодня повезло. Вот так вот все здесь хорошо. Ждем награждения. А вон вулкан дымится. Когда начнется основная гонка. Мы будем мимо этих вулканов проходить. Мы все праздновали. Мы все переживали. Мы все радовались поводу, который нас здесь всех собрал. И надеюсь через год встретимся в более расширенном составе. Никого не потеряем. Наоборот приобретем новых друзей. Спасибо перед геем. Я прошел первый день открытия гонки. Гонка пролог на стадионе на биатлонном комплексе. Сейчас еду опять на биатлонный комплекс. Начинается сегодня работа, подготовка. Сейчас за мной должны ребята заехать. А я вот стою пока жду машину. Хочу показать на чем ездят на Камчатке. Половина машин это внедорожники. И легковушки почти все полноприводные. Ну что, други, задача открыть контейнера, в которых возят собак. Там деревянные клетки. Навести там идеальный порядок. Отдолбить льды, вытащить старое сено. Вот так вот выглядят собаковозы. Первый раз вижу собаковозы. Будем сейчас порядок в них наводить. Ампаратура подготовленная. В них собачки поедут к месту старта. В поселок Эсса. Значит проверить все закрывания. Вот посмотрели, да? Ну если здесь сильный грязь. Ну тут надо немножко выскрести, потому что не очень. Да. Если там лежит сено. Оставим. И оно нормальное. Говна там нету собачьего. Оставляем. Клеточку раз. Вот например. Ну может даже ничего не делать особо. Чистая хорошая клетка. Начинайте сверху пожалуйста. Понятно. Сверху, чтобы это все сюда падало. Ага. Вот такая у нас сегодня работа будет. Собачки устают сидеть. Начинают грызть. Мы сейчас едем на завод на так называемый 19-й километр трассы Петропавловск-Елизово. Получим тонну рыбы для корма собакам. 30 мест мы отвезем на питомник Андрею Семашкину, где живут сейчас приезжие каюры из Москвы, Карелии, Хабаровска. А 20 мест привезем на биатлонный комплекс, где погрузим на нарту и снегоходом вывезем на питомник, где живут остальные каюры. Ну то есть это рыба чисто вот сейчас, вот эти дни, чтобы каюры кормить? Это до выезда, да. До выезда на гонку. Я понял. Подкармливаем. Мы подгоним непосредственно туда сразу бортовую машину и будем брать порядка 10 тонн с собой рыбу еще. А рыбу получается, вот мы, они кормят собак, да? Варить обязательно или сырую тоже едят собак? Все зависит от самого каюра. Допустим, с пованы пацан приехал, он говорит, я не варю так, только воду даю. Отдельно, да? В основном, народ варит, но рецепт варива у всех свой, кто что едает, кто просто рыбу варит с бульоном, кто сухой корм докидывает, кто комбикорм, кто не пищежин кидает. То есть наша задача просто им воду скипятить, а они там... Наша задача не прикасаться к приготовлению пищи. Ну, подготовить все? Нет. Наша задача привезти дрова им и воду, все. А они уже там варятся? Варят они сами, дают собакам сами. К этому вопросу ни волонтеры, ни сопровождения группы не касаются вообще. Я понял. Это задача чисто каюра. Красиво. Ох, торяга стоит, красавец. Загрузили нерв, как потрошенные, без головы. Представляете, чем кормят собак? Сколько это все стоит? Лишь бы они бежали. А куда они бегут? Мы об этом еще поговорим. Ну вот, первый день заканчивается. Порядок почти уже привели. Домики для собак. Вот таких собаковоза, так называемые. Которые принадлежат комитету Берингии. Их три штуки. Маленько мы их подремонтировали. Сейчас собак заканчивается. Ремонт. Вот их три штуки. Четвертый там прицеп это. В нем перевозятся хозяйственные дела. На этих прицепах собак и весь скраб, который у нас будет, будет перевозиться в Эсса на старт гонки. И пусть в Камчатске будет финиш. Это 700 километров от Петропавловска-Камчатска. Опять же, на этих всех прицепах мы будем обратно возвращаться сюда, Петропавловск-Камчатский. Так вот прошел первый день подготовки. Ну, еще добавлю рыбу. Мы тонну ездили на рыбозавод забирать. И развозили каюром, где они здесь базируются. Чтобы они кормили собачек. Мы находимся на центральной площади Петропавловска-Камчатского. Памятник Петру и Павлу, основателям города. Вот такое красивое место. И вид на Авачинскую бухту. Погода холодная. Аборигены говорят, для февраля очень холодная погода. Даже Авачинская бухта замерзшая. Что для февраля считается достаточно аномально. Петропавловск-Камчатский находится на отложениях. Пулкана Авачинского. Сколько-то там тысяч лет назад. И вопрос времени, когда Корягский рванет. То есть Корягский тоже должен рвануть? Обязательно. Вот важно в какую сторону он рванет. То есть вы как на пороховой бочке постоянно, да, тут получается? Не без этого. Сегодня 25 число. Продолжается подготовка. С утра приехали опять на биатлонный комплекс. Вот снегоходы заведенные стоят. Повезем два снегохода на ТО. Сейчас вот эту широкую телегу прицепляем. И везем новые снегоходы. Стелс купили. Четырехтакники. Но российская техника требует внимания, ухода и заботы. Поэтому везем на ТО. Снегоходы идут. Кто за кем? Принцип тут только один. Когда люди должны прийти на место. Должна работать кухня. Должен быть чай. То есть вперед идет кухня. Руководитель экспедиции. Он же тащит основное для кухни. Повар идет. Следом идут маркировщики с судьями. И снегоходы, которые пробивают уже шахму, путик или трассу. Дальше идут уже каюры. Их тоже кто-то сопровождает параллельно с ними? Да, конечно. Смотрят, чтобы оказать помощь. Недалеко быть. Контролируют их и судьи. Параллельно идут и журналисты, и фотографы. Ну и очень важная, конечно, замыкающая группа. Если что-то случилось на трассе. Могли вернуться. И медицина, и собаковозы. То есть собачек поранился в ящике, чтобы с комфорта их доставить до населенного пункта. Ну и опять же какие-то вещи остаются. Кто-то что-то забыл. Ну и обоз, конечно, с кормом. С кормом с провиантом, с рыбой, с кормом для собак. Это все уже где-то позади у нас идет. Вот такая змея такая по Камчатке. Караван. Растягивается. И идет. Заехали в магазин. Покупаем расходники для снегоходов. Ну я вам скажу. У Камчатки здесь магазины. Магазин, по крайней мере, торговый центр. Все, что касается техники, очень даже приличный. Выбор техники. Пожалуйста. Так что на Камчатке с этим делом все поставлено с техникой. Ну вот еще 25 число уже закончено. Помимо того, что мы по магазинам ездили, собирали все, загружали инвентарь. Вот так вот все раскладывается. Вот канистры в каждом снегоходе будут. Канистры. Вот под каждый генератор вот такой бачок слифтован. В нем большой длинный удлинитель, короткий удлинитель, переноски. Яркие лампы, скотч, изолента, перчатки. И с каждым киловаттным генератором едет такой вот комплект света. Завтра загрузка начинается в машинах, в которой снегоходы погрузка. Загрузка инвентарей всех, инвентаря в одну фуру. А послезавтра с утра приезжают сюда каюры, привозят их. Все утром грузимся и выдвигаемся в эссе. Так что подготовка пока продолжается. Сегодня у нас последний день подготовки. Сейчас, как сказал мне Федор, нам поставили задачу прицепить прицеп. И мы поедем забирать с ТО два снегохода. Федор, кстати, такой же, как и я, маньяк. Он едет волонтером. Едет так же, как я первый раз. Я вот хочу у Федора спросить. Федор, что ты скажешь тем людям, которые мне говорят, что я немножко чеканутый, за год планировал отпуск, поехал на свои деньги на край земли, чтобы проехать волонтером. Мерзнуть. Мерзнуть по тундре. Убирать говно за собаками и так далее. Что мы уже позавчера делали. Чистили собаковод. Что ты этим людям скажешь? Ты вот как вот ответишь? Если они нас считают ненормальными людьми, то вот я их считаю ненормальным в том плане, что они сидят возле телевизоров, пьют горячий кофе и все остальное. И сидят в теплых квартирах. Диванные комментаторы, да? Да, диванные комментаторы. И обсуждают. А, и смотрят любимые передачи этого. Господи, как. Давай поженимся там. Пусть говорят. Народ, вы просто прожигаете время. Вы время прожигаете. Самое дорогое у нас. Сейчас вот опять приехали в мотоцентр. Наши стелсы сделали им большое ТО. Проверили их. Будем забирать вот такое чудо техники. К этой берингии купили два ан-четырехтакники. Это самые как премиальные стелсы. И сейчас нам дали новое задание. Поедем на рыбзавод за... Какой там жир, Фёдор? Нерпичи? Ну он сказал котиковый. Котиковый жир для собачек. Тонну рыбы мы забирали. Сейчас еще котиковый жир. Этот жир будут добавлять. Нерпичий жир. Добавлять в рацион собакам. На собак большая нагрузка. И им добавляют вот все такое жирное и питательное. Приехали на рыбзавод. Сейчас вот здесь будем забирать нерпичий жир. И вот посмотрите. Этот рыбзавод находится на берегу Авачинской бухты. По ночам стоят 20-ти градусные морозы. Уже Авачинская бухта замерзла. Мясо жирное есть морозы. Вот чем... Мясо жир. А, жир? Мясо жир. 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 Вот чем кормят собак береги. Добрый день. Александр ветеринар поедет вместе с гонкой. И вот это вот все это только для собачек. Вот лекарства. Что здесь? Медикаменты, мази, спреи. Витамины, да? Лекарства. Да. Шприцы. Все расходы. Все для собачек, лишь бы они бежали. И жир котиковый мы сейчас привезли. И рыбу первого сорта им возили. И вот столько медикаментов. Из контейнеров вытаскивали все, приготовили бочки для топлива. Сюда будет 40 бочек заливаться топливом, которое мы повезем с собой для снегоходов. Вот нарты, которые цепляются к снегоходам. И ящики, в которых на нарты ставится ящик. В этих ящиках везется все полностью. Весь мурдяк, который сопроводит гонку. И собачки едут в этих ящиках, которые снимаются с гонки. И все, все пожитки. Вот это все приготовлено для погрузки в машину. Сегодня, я так понял, будем это все загружать. Таскаем рыбу грузим. 6 тонн 200. Меня назначили бить старшим грузчикам. Вот так потихо грузьте. Уже почти в КамАЗе кузов заканчивается уже. Не успели мы эту рыбу загрузить. Приехали на биатлонный комплекс. Приехали каюры. Уже себе перегружают рыбу. Чтобы сегодня кормить собачек. И прямо напрямую здесь на снегоходах. Повезут. Повезут к себе в питомник. Делаем ревизию палаток. Три палатки у нас RedFox. Кстати, вообще палатки две новые. Эти палатки на случай боевых действий. Но я имею ввиду пурги. И к этим палаткам вот такие печки с трубами. Банки. Так что вот это все сейчас проверяем. Комплектацию, чтобы все было сухое. Чтобы все хватало, все было. И вот этих три аварийных комплекта на разных снегоходах едет с экспедицией. Сегодняшний день закончился. Едут домой. Сейчас меня довозят до дома. Сегодня был очень тяжелый день. Целый день грузили рыбу. Жир котиков. И все тоннами. Три тонны, пять тонн. Весь шмурдяк полностью. Бочки. 90 бочек с топливом. Короче, объем сегодня перетаскали очень большой. Спина ноет. Нагрузочки, конечно, хорошие. Так что завтра все мы отъезжаем в Эссо. Завтра тоже будет тяжелый день. Вот Андрей пришел. Всем привет. Всем привет. Рассказываю, какой сегодня тяжелый день был. Потому что завтра будет еще тяжелее день. Но мы уже на финишной прямой. Завтра выдвигаемся в Эссо. Используйтесь в моё бизнес-сохörدке. Используйтесь в Эссо. Субтитры он discussed once ещё. Используйтесь с common 소onen с т хорошими играми. До встречи в Эссо.